Сейчас у нас все поменялось. У нас поменялось все до такой степени, что, во-первых, блага, мы даже не знаем, что такое блага. Для нас блага – это то, что мы услышали, что социальные программы, то, что навешали. То есть блага – это когда у тебя там есть квартира, машина и там все в таком роде, то, что касаемо материальных. Но по факту блага – это то, от чего ты испытываешь благость. Не то, от чего ты испытываешь финансовую независимость, а именно благость. И вот блага – это как раз внутреннее состояние души, так скажем, да, внутреннее состояние самого себя. И когда ты чувствуешь эту благость, ты эту благость можешь почувствовать, когда ты поднялся в горы, распрямил свою диафрагму и крикнул там во все, в воронье горло, вот. И для тебя это благость. Ты думаешь, вау, я туда зашел, я покорил там что-то. Вот это благость. Кто-то там на парусники пошел и там дошел до определенных каких-то мест, куда раньше не ходил. Для него это благость, для него это вау, это вообще что-то неимоверное. Вот это благость. А когда мы с вами говорим о материальных каких-то достижениях, это совсем не про благость. Ты можешь иметь, например, кто-то может иметь одну квартиру и испытывать такую благость, что он приходит домой, свою квартиру, у него тут все красиво, все стоит там, где он хочет, все вот это, это прямо его место силы. И он испытывает от этой квартиры неимоверную благость. Да, может быть. А у кого-то 25 этих квартир, но он не испытывает благости, он не знает, что это такое. У него они просто есть, просто факт. И это никак не связано с благостью. То же самое, что и работа. Смотрите, как у нас любят, почему у нас любят очень говорить, что ой, богатый значит наворовал, это значит на это. И сколько, вот смотрите, в чате школы автономии, очень же долго шел вот этот вот диалог, когда говорили, вот я там всю жизнь работала, я хотела вот это, но у меня никогда не получалось. Потому что деньги абсолютно не связаны с работой. То есть ты можешь работать хоть сколько, ты можешь работать на трех работах, и ты будешь зарабатывать вот столько в денежном эквиваленте. А кто-то будет работать, например, раз в неделю куда-то выехал, и будет зарабатывать вот столько. Мы же очень много знаем таких случаев. Может быть, даже не с наших знакомых, но, по крайней мере, как минимум, услышали. Это же говорит о том, что количество часов, проведенные на рабочем месте, никак не связаны с количеством денежного эквивалента. Поэтому то, что касаемо работы, когда мы говорим о работе, как о той каторге, куда многие ходят, как вы можете там заработать денежную энергию? Никак не заработать. На то она и энергия, это денежная энергия, она всегда была денежной энергией. Чтобы заработать эту денежную энергию, она может к тебе прийти только тогда, когда ты работаешь от слова «ра», когда ты отдаешь частичку себя, когда ты «ра», солнце, богатеть, развивать. Возможно. То есть много-много же всего. Когда ты остаешь частичку себя с удовольствием, потому что тебя в этом много. Ты этим хочешь поделиться с кем-то еще. Ты от этого испытываешь огромное удовольствие. И когда ты идешь через удовольствие, тебе как ни крути, Вселенная будет давать энергию в другом эквиваленте. Неважно, это будет денежное средство, либо еще что-то. Поймите, когда ты будешь идти через «ра», Вселенная, то есть, например, ты идешь через «ра», и ты, грубо говоря, живешь там в съемном жилье или с какими-нибудь родственниками, еще что-то. И ты, если идешь через «ра», идешь, идешь, и тебе это не надоедает, ты чувствуешь вот этот кайф, вот этот драйв, вот эту вот свою изюминку, что ты это отдаешь, то тебе, на своем так Вселенной, неважно, все, свой мир вокруг тебя будет отдавать энергию в другом эквиваленте. Он может тебе их отдавать в зарплаты, он может отдавать тем, что там, например, кто-то подарит квартиру, кто-то оставит в наследство, кто-то еще что-то сделает, может быть, там замуж выйдешь, женишься, там еще что-то, то есть, любое, любое, если тебе нужно будет, вот если ты захочешь внутренне, не потому что тебе так напел социум, что нужно обязательно, чтобы была отдельная ячейка общества, жить отдельно. Нет. Если ты четко чувствуешь, что ты хочешь вот это, то тебе Вселенная это даст, неважно, какими путями. Ты заработаешь это, положишь эти денежки себе в кошелек, либо как-то это другим путем придет. Понимаете? Эта энергия придет, абсолютно точно придет, потому что сами деньги, это же не конечный результат, это всегда промежуточный результат, почему многие не могут иметь денежные средства, потому что они их рассматривают как конечный результат. Спасибо.